приветствую всех на канале в этом видео хочу показать обрезку вот такого перца в данном видео буду делать обрезку двух перцев первый экземпляр это у нас фидельга рокса это вот такой перчик все перчики мы уже собрали приблизительно дней 5 назад может быть 7 остатки которые были зелеными у нас уже в принципе созрели сейчас их дорываем до конца и далее следует перец обрезать на плодоношение как можно видеть старые листья у перца имеют вот такой желтый цвет так как у нас плоды вытянули все соки сданных листьев и перец у нас формирует новые ветви как можно видеть у них сочный цвет у листьев и сами побеги вот такие молоденькие и так как я буду обрезать так как у нас перчик как видим развалился я хочу его присадить а также сформировать ему более правильную крону как можно видеть после сбора перцев у нас сразу начинает гнать молодняк на которых уже есть цветы так как я буду обрезать буду обрезать все старые ветви оставляя молодые то есть у нас где идет узел в нем присутствует много цветочных почек то есть если мы хорошо обрежем у нас в других разных местах стреляет эта почка и образуется вот такой молодой побег дальше он вырастает формирует новые перцы и у нас получается хороший урожай прошлый раз я делал такую обрезку и на данном кустике у фидальга роксы было больше 70 плодов то есть обрезка способствует нам плодоношению и так какие планы планы у меня присадить перец хорошо вначале думал оставить на вот этот молодой побег этот вообще удалить эти два удалить потом посмотрел что крона будет опять неравномерная опять будет один вверх другие стороны их планах у меня сделать следующее то есть обрезаем здесь обрезаем старый побег вот этот молодой оставляем вот здесь берем старый смотрим у нас пошел новый то есть обрезаем вот так вот как видим новый тоже не трогаем вот новый пошел тоже не трогаем вот идет старый здесь смотрим здесь у нас пока что ничего нету обрезаем на эту почку все и дальше остается нас одна ветка можно обрезать на дальнюю можно обрезать на ближнюю смотрим как у нас примерно выглядит внешний кустик так сейчас посмотрим обрежу начале тут можно оставить вот так удалив еще вот это старое и вот это старое а можно еще подкоротить на один узел то есть смотрим сверху если смотреть сверху наверно подрежем еще один все и вот такая у нас получилась обрезка данного кустика то есть оставляем скелетные ветви и даем выгонять молодняку на плоды можно здесь немножко подкоротить следует оборвать все оставшиеся перцы и теперь куст у нас понимает что его обрезали у него есть нагрузка корневая ему нужно нарастить листовой аппарат так как он потерял его все теперь у нас вот эти побеги заново начнут плотно расти и куст у нас опять станет большим только теперь у нас уже куст будет более компактный у нас был расхидистый теперь ветви пойдут вверх как можно видеть вот еще один старый убираем эти два пойдут сюда это тоже пойдет сюда два в эту сторону один в эту как видите все у нас осталось по кругу приблизительно все и в таком варианте оставляем наш перчик дальше через месяцок возможно полтора покажу как он у нас вырос не жалейте перец как можете видеть желтые листья они у нас в принципе отпадают сами по себе вот его трону даже не трава в итоге вы получите еще больше плодов уверяю вас так и сейчас покажу второй перчик второй перец у нас идет серпент наир это вот такие красивые красные перчики на кусту и оставлял все которые еще были зелеными как можно видеть они у нас теперь созрели и можно кустик обрезать как только с куста снимается нагрузка плодовая куст опять начинает цвести и опять формирует новые перцы то есть у нас так же само куст развалился можно было бы его конечно оставить я хочу более компактный куст и чтобы у нас было опять много перчиков видим один зеленый еще остался и так же само смотрим вот у нас образуются новые ветви молоденькие то есть раньше был перец на две ветки скелетные теперь можно его сформировать на 4 итак сейчас посмотрим как его можно присадить то есть например я бы начал бы с вот этого дальше вот так это можно в принципе оставить в целом можно оставить на эту сторону здесь у нас обломано так что присадим чуть больше вот здесь обрезаем старые ветви в эту сторону идет как видите старые обрезаем вот молоденькая идет с цветом оставляем вот еще одна идет молоденькая с цветом тоже оставляем в целом можно еще вот это убрать можно оставить можно так сделать например хотя пойдет наверх нет давайте тоже уберем все и как можно видеть вот таким нехитрым способом мы омолодили наш куст то есть все новые ветки это у нас уже они будут с цветочками так как нагрузка на те старые ветви уже не будет идти у нас эти хорошо стартанут мы создадим тем самым хорошую крону будет у нас перец более правильной формы не так много занимать место то есть если вы формируете перец у себя дома выращиваете то можно использовать такую формировку и всегда у вас будет красивый кустик с не менее красивыми перчиками это у нас был перчик серпент наир у него где-то 50000 по шкале сковеля и второй перчик фидельга рокса это тоже приблизительно 50000 по шкале сковеля и так после обрезки выглядят оба перца кто-то скажет что жалко так обрезать перец но у вас уверяю он станет еще красивее и вот так сейчас выглядят оба наших перчика теперь вся нагрузка у нас переместиться полностью на новые ветви и перец у нас будет с большой шикарной правильной красивой формы главное в одно время не стоит пересаживать и обрезать а также подкармливать то есть если например обрезали то неделю полторы не подкармливаем и не пересаживаем если делать все одновременно перец может поймать стресс и просто вас засохнуть много кто на этом как говорится подкалывается они хотят как лучше вот сейчас обрежу пересажу вот это точно не стоит делать то есть обрезали подождите недельку-другую пускай привыкнет так как у нас ранки все равно перец ловит стресс и вот получается такая плохая картина если вы пересадите и обрежете а если еще и удобрите то он точно засохнет мне когда-то давно был лимон очень красивый я в одно время его обрезал пересадил и удобрил через неделю у меня и засох так что смотрите то есть обрезали подождали так же самое и любое другое пересадили подождали подкормили подождали этих три действия никогда не надо делать одновременно все чуть позже я покажу как эти перчики будут развиваться и как они будут выглядеть всем кому видео было полезным ставим лайк пишем ваш комментарий а на этом у меня друзья все до свидания так и чуть позже их походил посмотрел из общего контекста как говорится выбивается вот эта ветка ее мы тоже уберем вот так уже форма намного получше смотрится все теперь так вот перчик оставим все до свидания